Девушки отдыхают По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Поэтому я считаю, что смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. Просто необходима. А у нас выбора нет. Мы обязаны побеждать. Поэтому скажите, что надо для победы. — Товарищ генерополковник. — Надо, самое главное, не разводить панику. Не рвать волосы на голове разных других местах. — На чужой голове можно? — На чужой можно. Не кричать, ой-ой-ой, всё пропало, всё пропало. — Вы очень верно сказали, что у Запада исторический шанс с нами покончить. Но ровно такой же исторический шанс у нас покончить с ними. — Надо готовиться к сложным временам. Но мы уже это понимаем. И их опередили. Мы уже провели частичную мобилизацию. Страны НАТО к ней пока ещё не приступали. Поэтому слушайте президента, любите родину, верьте в русского солдата, и всё будет хорошо. — Всё будет иметь значение только при одном условии. Если мы в зоне специальной военной операции добьёмся убедительной военной победы. И всё это будет обнулено. Все те положительные для нас процессы будут обнулены. Причём очень быстро. — Тоже при одном условии. Если наши замечательные партнёры добьются убедительной политической победы внутри России. И вот, собственно, вот это вот созданы два сценария. Нам нужна военная. У нас антагонистическое противоречие. Нам нужна военная победа, а им нужна политическая. — Сценарий 2016 года совершенно чётко имя обозначен. А вы знаете, да, действительно, наше общество, наше российское общество, оно проявило абсолютные чудеса психологической и социально-психологической устойчивости, на которые у западников рассчитано не было. — Это для них удивление. Но только не нужно думать, что потенциал терпения в обществе, он бесконечен. Оно рано или поздно закончится, потому что Николай Александрович Романов в 2014 году, в августе, он тоже думал, что бесконечно. — Ну, во-первых, он думал, что эта война, все думали, что эта война закончится к Рождеству. Вообще ни одна мировая война не начиналась как мировая. — Так? И все думали, вот мы к Рождеству всё сейчас так быстро, ускоренным маршем эти на Париж, мы на Берлин, ещё куда-то. — А вот они, например, уже чётко готовят своё общество к длинной войне, к длинной тяжёлой войне, которую они собираются победить. — Мы должны начинать готовить наше общество к тяжёлой войне. Не к победному маршу, не к быстрым победам, а именно к тяжёлой войне. — Люди, конечно, сталкиваются в интернетах, в анонимном гражданском обществе с любимым восклицанием. Это глупость или предательство. Она у нас по каждому поводу. Это восклицание. — Ну, наверное, люди, которые приветствуют, оно же такое мощное восклицание. — Я вам скажу, уважаемые коллеги, вот с этого восклицания господина Милюкова в Государственной Думе в 2016 году, собственно, это и был сигнал к государственному перевороту. — Все его именно так восприняли. И после этого выстроились в одну колонну и пошли прямо к февралю. — Именно с этих слов это всё началось. — А вот, кстати, насчёт измены, предательства или глупости, то Милюков, вот он думал, что он не глупый, потому что он сразу стал министром Временного правительства. И пришли они прямо с ноября 16-го, прямо в февраль 17-го. За два месяца пришли. Материал субстанция одна и та же с 16-м годом. А инструмент в виде социальных сетей на порядок мощнее. — Товарищ Геополковник сказал, что паники он боится. Да нет паники никакой. О чём вы говорите? Есть хуже. Раздражение. А паники нет. Потому что маломальский образованный человек, человек, который гражданин России, который хотя бы читал пару книжек, знает историю. Даже тот, кто читает 140 знаков и думает, что всё знает, он понимает банальную вещь, что нельзя победить ядерную державу. Кстати, как нельзя победить и Америку. Ну, нельзя их победить. Ну, обладатели ядерных держав не проигрывают войн. А вот раздражение, она опасная штука. Очень опасная. Понимаете, у нас ведь, когда объявили мобилизацию частичную, в этот самый момент поменялся общественный договор. А понял ли это кто-нибудь? Или просто объявили частичную и сказали, ну, побоиуем. Нет, раньше общественный договор был, ребят, мы тут рулим, вы всё хорошо, обогащайтесь. Значит, ходите в кафе, смотрите кино. Кино сейчас, во, масса, хорошая, франшиза. Всё, человек-паук. Всё, вы с вами, ну, боритесь с коррупцией, как можете. Ну, раз в год с президентом пообщаетесь, значит, скажете всё, что думаете плохого. Он вам ответит. Общественный договор поменялся, как только сказали народу, всё, ребят, а теперь туда. Надо защищать родину. А если это произошло, то ведь это не может быть, вот я обратился к народу и сказал, ребят, родина в опасности. И все мы уверены, что мы победим в любом случае. Но мы не победим без мобилизации, как абсолютно правильно было сказано Дмитрием. Тыла и фронта. Не было бы никаких бед, не было бы вот этого раздражения. Почему раздражения? Потому что мне кажется, что власть не во всём доверяет людям, народу. Что ж мешает-то сказать, дорогой народ, мы с вами, ну, были ошибки, ну, неправильно посчитали, ну, доклады у нас, как обычно, чтобы не огорчить. Ну, тут проворовался, там проглядел, здесь саботажник. Тогда бы к Херсону бы мы обращались, относились бы по-другому. Ну, потому что это же следствие тех ошибок, неправильных планов. И тогда у нас будет единство. И тогда мы не будем ахать от того, что да, ушли из Херсона. Ну, потому что так получилось, что затормозилось наступление. Наверное, планировали, что всё, Киев возьмём через три дня. Не получилось. А ещё раздражение появляется, потому что ходят же слухи. Вот ушли там, значит, из-под Киева сумм. Ушли оттуда, там, зерновая сделка. А не про бабки ли это? А не будет ли договорника? А может, уже Америка с Путиным договорилась с нашим президентом? А может, за это раздражение копится? Потому что ведь изначально от печки со мной, честно-то, не поговорили, когда уже поняли, что народ-то можно верить. Да не надо думать, что мы все здесь в панику ударимся. Нет здесь паники. Я повторяю это уверенно. У тех, кто может ответить за слова и выстрелить, если надо, у них паники нет. А вот насчёт сравнения с 16-17 годом, оно правильное, но оно не полное. С чего начался 17-й год? С 16-го года дискредитация армии. Дискредитация военного командования. Дискредитация армии. Дискредитация общества. Потеря у народа веры во власть. Ну, это сработало. Именно это. А претензии к армии. Во-первых, армия, она отражает то, что есть в обществе. И не ждите, что те проблемы, которые есть у вас в обществе, не проявляются в армии. Всегда. В любой стране. И в моей стране, и в другой. Так что не армия в этом виновата. Такая страна, какая страна, такая армия. А с другой стороны, что вы хотите от генералов во время военных действий? Они воюют, каждый как может. Делают ошибки. Каяться в церкви. Они не в церкви. Они выполняют свою задачу. Не его задача каяться. Его задача решать проблему. Ошибся, исправляй. Субтитры создавал DimaTorzok